Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Это, наверное, первый положительный момент, который я могу ответить от нашей встречи. То есть сама встреча — это самый уже большой положительный момент. Второе, то, о чем мы говорили, а мы на этой встрече общались, наверное, почти два часа, тема была задета немало, это то, что у губернатора есть четкое представление, что правила игры для всех должны быть одинаковыми. То есть это те точки соприкосновения, которых мы не могли найти с предыдущей администрацией города Кирова. Я уже говорю «предыдущей», потому что глава администрации ушел в отставку. Поэтому те попытки, которые были ранее, это как раз «приходите, будем договариваться», это как раз какие-то договоренности за закрытыми дверями, то есть с моей точки зрения это как раз коррупционная составляющая, которая не все видят, не все знают, и о чем мы там договорились, остается вопросом, кто-то будет в выигрышной ситуации, кто-то будет в проигрыше. Недопустимая ситуация. Я считаю, что да. То есть в первую очередь она недопустимая со стороны государства, для государства. То есть вот эти все неясные, непрозрачные схемы, они же какой-то такой негатив относят к правящей партии, вообще к государству в целом, именно как органы управления. Тень отбрасывает. Поэтому вот это, наверное, второй момент. Это одинаковое правило игры для всех. То есть и вот еще один очень важный момент, который прозвучал от Соколова, это минимальное, скажем, влияние чиновников на принятие решения. То есть должны быть определены правила игры. Понятные, прозрачные. Если ты этим правилам соответствуешь, ты принес все документы, то ты автоматически получаешь положительное решение. Если ты не пришел со всеми документами, значит не получаешь. То есть чиновник в каждом конкретном ситуации сидит и решает, да или нет. А такие случаи были вообще в вашем конкретном случае? А вот это как раз то, к чему нас склоняла последнее время администрация города. То есть приходите, будем договариваться. Непонятно, какой индивидуальный выбор. То есть ты пришел со всеми документами, со всеми, неважно. То есть мы с тобой договорились, а может и не договорились. А ты мне сватбрат, мы с тобой договорились. А вот тебя я не люблю, и мы с тобой никогда не договоримся. То есть вот этот вопрос, он очень такой, скажем, был жизнеопределяющий. Потому что ты просто можешь дальше не работать, потому что ты никогда не договоришься. И это зависит не от тебя. Собственно, на правду не найти, не добиться, что ли? Правду не найти. Нет. Жаловаться, не жаловаться. Ну, то, что жаловались, то, что мы отставили свои права, то есть это наше обращение уже к судебным органам власти, да, то есть это и коллективные обращения, которые в сегодняшний момент уже удовлетворены, причем мы, по сути дела, выиграли эти судебные процессы. И индивидуально, где у нас в отношении конкретных строительных организаций нарушались действующие законодательные акты, и суды где-то уже рассмотрели эти претензии наших органов власти, где-то еще это находится в стадии рассмотрения. То есть, ну, ситуация такая текущая. Единственное, что любое рассмотрение в суде, то есть мы понимаем, что это, ну, вот, например, в нашем случае это полтора года, да, то есть, и причем еще как бы все продолжается. То есть для организации это как бы поставить паузу, да, то есть как? То есть ты должен уволить людей, ты должен сидеть, ничего не делать и ждать, а потом как? Ну, совершенно, да, непонятная, недопустимая ситуация. То есть ты можешь добиться правды, но от организации, от предприятий уже не останется ничего. Вот это положительные моменты по нашей встрече. То, что было дано поручение для органов, для Министерства строительства, там, разработать пятилетнюю программу, это, конечно, очень важно, то есть, чтобы мы понимали, чтобы мы видели перспективы, почему. Мы возьмем те же строительства школ, да, то есть 4 школы нужно было построить там практически в течение года. Каждая школа, это примерно миллиард рублей. То есть вот у нас есть такие ресурсы, такие возможности 4 миллиарда рублей строительно-монтажных работ выполнить. У меня, например, большой вопрос, почему, потому что миллиард рублей это объемы работ, которые выполняют, ну, по сути дела, или может выполнить 3 строительных организации в Кировской области, да, в течение года. Причем, это значит, они должны никакие другие работы не выполнять, да, то есть, где взять... Нежилое строительство, да. Ну, вообще, как бы, да, мы только полностью на это страчно. Мы абстрактно говорим, не называя организации, но это значит, они должны полностью остановиться и выполнять только эти работы. То есть они должны как-то подготовиться к этому, когда строительная база, там, я не знаю, найти комплектующие, строительные материалы, потому что это, ну, специфика, да, то есть... И вот, а как это будет реализовано, проработки со стороны органов власти, это не проводилось никак. То есть, да, появились деньги, мы свистим, прибегут, построят. Кто прибежит, кто построит, вопросы остались. И я думаю, что этот вопрос как раз и должна решить эта пятилетняя программа, чтобы и строительные организации видели перспективу, но и чтобы мощности строительных организаций были понятны для органов власти. Почему? Потому что на сегодняшний момент, я думаю, что они не представляют, какими возможностями обладают подрядчики в нашей области. То есть, некий список требований должен быть, да, понятный к застройщикам, к строительным организациям? Вот как в случае с капремонтом. Ну, чтобы понимать вообще, что застройщик, он сможет освоить эти деньги? Вопрос, наверное, первый, а сколько их нужно будет освоить? Какой объем будет финансирования бюджетного, небюджетного, для того, чтобы выполнить те задачи, которые стоят перед правительством Кировской области, перед муниципалитетами? Вот на сегодняшний момент год закончился, все галочки поставили, что было в следующем году, никто не знает. Ну, никто не знает, может быть и знает, но вот на всяком случае у нас, как у подрядчиков, у нас этого понимания нет. Сколько в следующем году будем, что мы будем строить? То есть вот если мы строим не бюджет, да, мы планируем сами, мы смотрим вперед, то есть нормальная организация, она на 3-5 лет планирует себе работу, иначе просто жить невозможно. А вот в ситуации, когда ты должен как-то сидеть, ждать, потом побежать, потом резко остановиться, в таком ритме работать невозможно для предприятия, если ты будешь осуществлять, скажем, какие-то большие уже объемы работ. Если это небольшие объемы работ, да, подрядные организации маленькие существуют, которые наняли людей по контракту, скажем, на выполнение каких-то работ, выполнили работу и людей отпустили. Но с этим невозможно выполнять большой объем. А вообще вот эта пятилетняя программа именно на 5 лет, это, на ваш взгляд, такой оптимальный горизонт, в отношении которого можно строить планы? Может быть, десятилетнюю лучше принимать или наоборот? Ну, я не знаю. Краткосрочную, двух-трехлетнюю. Это как раз посыл бы от губернатора, то есть ему виднее. А что еще, на ваш взгляд, требовалось бы включить? Школы обозначили? Нет, ну, помимо школ у нас же много социальных объектов, то есть это и больницы, поликлиники, это тот же капитальный ремонт, по которому, скажем, вопросы есть, нерешенные на сегодняшний момент. Эти вопросы у нас большая программа должна идти по капитальному ремонту школ, причем не только в городе, но и в Кировской области, достроительства детских садиков. То есть все, что нужно бюджету, все, что идет через стройку. То есть те программы, которые они в ближайшее время будут осуществлять. Я так понимаю, проблемы, вопросы, которыми делились застройщики в нашем регионе, в нашем регионе, нашего региона, они примерно схожи, одинаковые, да, у всех? Нет. Нет? То есть регион от региона отличается. То есть, ну, если взять, скажем, наших соседей из юга, там этот вопрос поставлен уже, скажем так, на контроле министерства, и работа с потенциальными, скажем, организациями, которые выполняют работы на бюджете, она ведется, да, то есть, скажем, какие-то планами, проектирующие все время делятся, и строительные организации планируют свою деятельность в расчете на то, что они будут в этих конкурсах участвовать. Соответственно, они могут планировать и тот состав рабочих, который им нужен, и строительную технику, и строительную базу, которая им необходима для того, чтобы вот те взятые обязательства на себя выполнить в срок с соответствующим качеством. А строительство жилья непосредственно, этот вопрос обсуждался. Что с ним, тут какие нюансы на ближайшие годы требуются учесть? Ну, давайте начнем с того, что у нас есть обязательства региона по строительству жилья перед федеральным центром, да, то есть, именно выполняя эти объемы, можно получить деньги на социальные объекты, то есть, на те же школы, на те же детские сады. На сегодняшний момент ситуация складывается следующим образом. У нас от года к году идет снижение объемов вводимого многоквартирного жилья, но при этом резко вырос объем частного домостроения. По-моему, с 16-го, с 15-го года. Ну, вот, скажем, прошлый этот год, он идет просто гигантскими шагами, и это связывалось с тем, что у нас идет программа догазификации. То есть, для того, чтобы догазифицировать дом, он должен быть построен, введен в эксплуатацию, оформлен надлежащим образом. То есть, то, чего раньше, скажем, не требовалось, то есть, много домов были в стадии незавершенного строительства, хотя фактически дом построен, люди в нем жили, но по документам это был недострой. Сейчас это все нужно оформлять, регистрировать, к тому же, возможно, еще и какие-то дополнительные работы выносить. То есть, у вас дом построено, нужна котельная, например. То есть, вы сделали реконструкцию, соответственно, реконструкцию ввели в эксплуатацию, все отчитались метрами квадратными, что их ввели в эксплуатацию, причем за весь дом, а не то, что у вас там дополнительное появилось. Поэтому объемы вводимого жилья, построенного как бы жителями самостоятельно, хоть способом, он резко взрос. Почему я говорю, что это больше цифра на бумаге? Потому что у нас нет такого роста по продаже строительных материалов. То есть, если бы это было все новое строительство, соответственно, на это нужны строительные материалы, на это нужна строительная техника, транспорт, а такого роста потребления вот этих ресурсов его нет. Поэтому я говорю о том, что это было построено раньше, а сейчас просто оформляется. Строительные материалы, кстати, тоже очень немаловажная тема. С ними сейчас какова ситуация? Устаканилось ли новых поставщиков удается находить? По стоимости этих материалов что происходит? Ну, давайте начнем с того, что Киров — это очень маленький рынок сбыта, поэтому новые поставщики сюда, так скажем, заходят немассово. Не в приоритете мы у них находимся. Да, то есть, ну, не так много здесь реализуется строительных материалов. Поэтому в основном остались те же самые игроки. По ценам динамика разнонаправлена. То есть, какие-то строительные материалы, когда цена идет коррекция и уменьшается, какие-то строительные материалы возрастают в цене. То есть, вот пока... Металл и все, что с ним связано по-прежнему, очень дорого. Металл немножко подешевел. Но вот местные материалы, там, скажем, кирпич, железобетон, цемент, то есть, сыпучие материалы, то есть, гравий, песок, они в цене выросли. По деревяшке пока я корректировки не вижу. То есть, вот, может быть, на сегодняшний момент стройка не так много его потребляет, потому что, ну, все-таки уже другие материалы появились. Но пока какой-то существенной коррекции тоже я не наблюдаю. Когда с руководителями области, конкретно в Рио губернатора Соколовым, с коллегами договорились встретиться в очередной раз, обсудить какие-то промежуточные точки, в правильном ли направлении двигайтесь, понять? Ну, конкретно дата пока не обсуждалась. Ну, вот свое предложение можно сказать. Я думаю, что сейчас, наверное, как скажем, мяч на стороне правительства, то есть, должна быть разработана все-таки, может быть, какая-то концепция вот этой пятилетней программы, и тогда есть повод встречаться и ее обсуждать. То есть, на сегодняшний момент пока, наверное, ну, мы обсудили все болевые точки, были высказаны за короткий промежуток времени. Понятно, что эту ситуацию не изменить, не откорректировать. То есть, там, через промежутки, там, 3-6 месяцев, наверное, есть необходимость встречаться. И, может быть... Ближе к Новому году где-то. То есть, это может быть встреча как раз не губернатора, это может быть встреча как раз тех работников администрации, либо правительства, которые курируют сферу. То есть, у нас раньше этого диалога не было. То есть, может быть, нам и не нужно встречаться с губернатором, нам нужно просто наладить диалог, а потом уже с каким-то там интервалом отчитываться о том, что да, мы встречались, вот мы эти вопросы проработали, у нас есть понимание, куда мы движемся дальше. И у правительства, и у строителей. То есть вам бы хотелось в первую очередь диалог наладить с теми чиновниками, с которыми вы непосредственно контактируете. Это логично. Почему? Потому что, смотрите, у нас есть такие узкоспециализированные вопросы, в которые нужно глубоко погружаться. Ну, там губернатору даже при подготовке к встрече, ему, скажем, основу, наверное, доложили, но глубоко погрузиться он не может в силу занятости и другими вопросами. То есть эти вопросы все равно нужно решать со специалистами. Вот с ними нужно в первую очередь и налаживать дело. Ну вот прямо сейчас могли бы вы высказать приглашение такое к исполняющему обязанности главы администрации Вячеслава Симакова. Давайте встретимся, Вячеслав Николаевич, обсудим. Есть такая надобность? Такая надобность есть. И, наверное, надобность, опять же, в специалистах. Ведь в штате у нас администрации города Кирова есть зам по стройке, которого нет уже, наверное, на протяжении двух лет. Вакантная. Вакантная. Ну, я даже не вижу, чтобы конкурс объявлялся. То есть первый вопрос, наверное, к Симакову, это все-таки подобрать человека и чтобы появилось то лицо в администрации, к которому мы встретили, могли идти со всеми своими вопросами. Соответственно, он и должен их прорабатывать и дальше уже выносить на уровень главы администрации, а может быть и на уровень городской думы для того, чтобы они решались. Может быть, есть у вас такая кандидатура на примете? Предлагайте. Знаете, очень такое ответственное... Кого бы следовало взять Вячеслава Николаевича в замы по стройке? Очень ответственное такое, скажем, предложение, поэтому не возьмусь. А что это должно быть вообще за человек? Он должен быть практик, строитель. Обязательно. Я думаю, что практик, да, обязательно. Почему? Потому что для того, чтобы человек погрузился в эту сферу, это, наверное, месяцы, а может быть и годы, для того, чтобы он вник в этот вопрос. Во-вторых, это должен быть человек, скажем, не, как у нас говорят, не аффилирован каким-то структурам. То есть вот это очень важный момент, иначе опять начнется перетягивание одеяло на чью-то сторону. И опять какие-то договоренности, от которых мы, честно говоря, уже все устали. То есть вот, наверное, два требования, которые я бы, наверное, вот как заинтересованное лицо бы к этому человеку выдвигал, к этой должности. Ну вот мы, да, перешли уже к обсуждению непосредственно, да, исполняющего обязанности главы администрации Вячеслава Николаевича Симакова. С 10 августа он совмещает эту должность с должностью начальника теруправления по Первомайскому району. На основе того, что вы видите, слышите, телеграм-канал, читаете, возможно, Симакова, какие впечатления создаются от деятельности по сравнению с предыдущим главой администрации? Ну, я, наверное, начну с того, что Существом Николаевичем мы знакомы давно, как с руководителем. В то время еще я бы входил в комиссию по землепользованию и застройке города Кирова, и по городскому хозяйству, а он возглавлял у нас департамент городского хозяйства. То есть это было около 10 лет назад, то есть нам уже тогда нужно было взаимодействовать, тогда как депутата и работника администрации. Естественно, приходится общаться как с руководителем района, потому что мы в этом районе строим. То есть это хозяйственник. Первое, наверное, такой жирный-жирный плюс – это хозяйственник. Почему? Потому что в последнее время городом руководили больше политики. А на мой взгляд, все-таки это должность в первую очередь хозяйственная, и хозяйство очень большое, беспокойное, которое за протяжение последних лет какие-то части у него пошли в упадок. Есть какие-то программы, в которых нужно участвовать, а мы все-таки не участвуем. Поэтому если после выборов у нас ничего не изменится, а Вячеслав Николаевич останется на этой должности, я буду, наверное, двумя руками рад. Я думаю, что, наверное, и депутатский корпус, так скажем, в большинстве своем, наверное, единодушно практически положительно воспринял это назначение, а это все-таки некоторый срез с жителей города Кирова. Все-таки депутаты представляют жителей. Поэтому, думаю, что есть основания говорить о том, что жители восприняли вот это назначение в целом положительно. Но Вячеслав Николаевич был в нашей студии, и он сказал о том, что у него есть планы заявляться на конкурс следующий, который будет после формирования седьмого созыва Кировской гордумы. Есть у него такое желание поучаствовать в конкурсе и остаться, собственно. Ну, это достойный кандидат. Вот это я уже могу сказать отлично. Все, да, сходятся сейчас во мнении, что это огромный-огромный плюс к власти, потому что у нас же основной запрос у кировчан, ну, не только у кировчан, наверное, у жителей любого российского города к властным структурам. Они должны, в первую очередь, работать, да, работать на земле. Они должны работать, и они должны слышать, да, то есть, когда у тебя есть какой-то вопрос нерешенный, ты должен слышать отклик власти местной, да, то есть, они тебя услышали, и как они будут эту проблему решать? Либо она не решается, либо она решается совместно, либо они, скажем, взяли какую-то паузу для того, чтобы ее проработать. А у нас была бетонная стена, то есть, были вопросы, которые жители города задавали, и в пустоту. То есть, никакой обратной реакции не было, а здесь, я думаю, что обратная реакция будет. На что бы, Дмитрий Валерьевич, посоветовали сейчас обратить внимание пристальное Вячеславу Николаевичу Симакову? Вот вы сказали, не участвовал у нас город в программах, в определенных, в каких программах участвовал? Ну, я, наверное, все-таки, со своей точки зрения, то есть, у нас были программы, при которых застройщики осваивали какую-то территорию, могли получать, уже город мог получать федеральные деньги на строительство социальной инфраструктуры, к сожалению, таких проектов в городе Кирио реализовано не было. Наши соседи вот в этих программах участвовали, и федеральные деньги привлекали именно на социалку. Это можно было построить, привлечь деньги на школы, на детские садики. Ну, тех вещей, которых не хватает. Ну, в первую очередь, то, что... Острая такая нужда, да, из года в год в них. Может быть, это какая-то другая социальная инфраструктура, то есть, какие-то сети, скажем, теплоснабжения, водоснабжения. То есть, этот вопрос может быть не так остро у жителей, но мы понимаем, что износ-то этих сетей очень большой. То есть, на эти вещи тоже можно было бы привлекать деньги. Ну, любой застройщик, наверное, да, вынужден думать об этом. А как подключать к коммуникациям, да, новая объектская? Это совместная работа, которая должна идти и органов местной власти, и застройщиков. К сожалению, в предыдущие годы все говорили, вы все сделаете за нас, да, то есть, а мы потом посмотрим. Ну, к сожалению, так не будет, так не работает в нашей стране. Да, другие времена. Нужно более конкретно и жестко действовать, да, зачастую. В последнее время мы активно слышим о подготовке к празднованию 650-летия областного центра. Наш в Рио губернатор в последнее время встретился и пообщался, вернее, с президентом Путиным. И вот буквально в конце прошлой недели пообщался с премьер-министром Мишустиным. Обещаны деньги, обещаны финансирования. Ну, непонятно, конечно, в каких объемах, насколько это будет много, немного. Ну, там прозвучали проекты, которые у нас давно уже на слуху, да, это и городские парки, и тоннель, автомобильный тоннель на Авиатске, да, горбатый переезд так называемый. Мост через реку Чепцу и так далее, и так далее. А между тем, 2022 год уже заканчивается, да. Что получается? В 2023, в следующем, у нас прям вот должен город преобразиться. Я не знаю, нью-высюки какие-то должны построены. Но опять же, да, если будут выделены федеральные деньги, то кто их будет реализовывать, эти проекты, да. То есть, опять же, должны просто быть руки, которые все это сделают. В общем, с каким настроением вы это все понимаете? Это мы возвращаемся к этой пятилетней программе, чтобы нам было понятно, да. То есть, вопрос подготовки города к юбилею, это, наверное, уже лет 10, да. То есть, у нас на сухой, и каждый год... В 2012 году еще было постановление подписано президентом. Значит, больше 10 лет, да. То есть, все время какие-то проекты появляются, исчезают, появляются новые. Но каких-то вот таких конкретных шагов я, во всяком случае, как житель города, я не вижу. То есть, кроме разговоров у нас, к сожалению, дело дальше не ушло. Дай бог, чтобы, скажем, с приходом нового губернатора у нас эта ситуация поменялась. То есть, есть еще время для того, чтобы запроектироваться и в этом даже году, да. То есть, и в следующий год уже идти на строительство данных объектов. Конечно, вопросы транспортной инфраструктуры, развязок, выездов, объездной дороги, да. То есть, они... Ну, не знаю, стоит ли помышлять о западном обходе сейчас, потому что... Они назрели уже давно для нашего города, да. То есть, получится это решить сейчас или нет, но, во всяком случае, такие проекты нужно иметь в голове и при возможности их реализовывать. А, ну, понятно, вернее, неизвестно еще, да, какова роль будет наших местных застройщиков во всем этом. Вам бы когда уже хотелось иметь какую-то ясность-то в этих вопросах? Ну, вы понимаете... Еще вчера, наверное, да? Ну, вы понимаете, у нас уже план на следующий год построен. То есть, если на следующий год... Вы уже представляете, как будет... Если не скажут, что на следующий год нужно делать... У меня уже мощности загружены, у меня уже заключены договоры, да. То есть, я не могу людей обмануть. Поэтому на следующий год я скажу, что нет, я не в состоянии... А нас опять, как предыдущие власти, предыдущий губернатор обвинял в том, что вы не хотите. Мы не хотим, мы не можем. Это две большие разницы. Да, мы бы хотели, желание есть, да, вот с возможностями, да, проблемы. Ну, и вот буквально сегодня утром новость о том, что на реконструкцию парка имени Кирова выделено 540 миллионов рублей из федерального центра. Мы знаем, что в этом году он должен стартовать первый этап реконструкции. Там огромный просто объем работ. И срок окончания этого первого этапа близко-близко 10 дней до Нового года. Я знаю, я живу рядом с парком имени Кирова, вы живете здесь недалеко. Как вы воспринимаете тоже эти новости? Ну, давайте начнем, наверное, с ложки дегтя. То есть, во-первых, в прошлом году у нас было публичное обсуждение концепции развития, но в конечном проекте некоторые вещи из этой концепции исчезли, а некоторые вещи появились, те, которые не обсуждались. То есть, к сожалению, это уже, как скажем, в нашей деятельности Народного фронта, то есть мы добиться того, о чем договаривались органы власти и жителей, нам не удалось. То есть исчезли возможности получить в дальнейшем, там, сделать какие-то торговые объекты. Для меня, как для папы, очень для меня, как для отца важно, чтобы там был туалет. Вот просто, да, вот необходимая вещь, чтобы можно было ребенка зимой напоить чаем горячим и сводить в туалет. То есть без этого парк, он сразу теряет привлекательность. Для меня, как для родителей. Я думаю, что многие со мной согласятся. Вот такие вещи, к сожалению, не из проекта исчезли, и поэтому я считаю, что может быть... То есть вот там маленькая деталь, она уже перечеркивает все другие... Это я сразу сказал, ложка тегтя. Там появилась большая площадка, которая будет... 15 секунд и на рекламу надо. ...которая будет закрыта брусчаткой. То есть я понимаю, там, для праздничных мероприятий, как она будет использоваться в другое время. Для меня большой вопрос. То есть для чего такие большие площадки делаются? Давайте продолжим через минуту. Дмитрий Сергеев у нас в гостях в особом мнении. Вернемся скоро. Я напомню, что мы общаемся с Дмитрием Сергеевым, генеральным директором строительной фирмы «Маяковская», членом регионального штаба общероссийского народного фрода, членом правления Союза строителей Кировской области. Вот да, сейчас в перерыве Дмитрий Валерьевич правильно заметил. Можно с разных сторон подходить к тому, а что должно быть в парке имени Кирова? Мама с коляской, родитель с ребенком. А, кстати, как с точки зрения строителя, знаете, оглядывая всю эту огромную территорию, какие цифры вообще в голове рисуются, зная стоимость материалов, стоимость работ, сколько на это надо потратить, чтобы привести парк в тот какой-то современный цивилизованный вид? Чтобы определиться со стоимостью, нужно понимать, а что там нужно делать. А вот для того, чтобы понять, что там нужно делать, вот прошли публичные обсуждения и сделан проект. Вот здесь как раз решаются те вопросы не в процессе строительства, что куда нужно вести дорожку, что здесь нужно поставить, а именно на стадии проектирования. То есть, когда идет уже стройка, что-то менять крайне сложно и затратно. И по материальным ресурсам, и по времени. Потому что сроки на реализацию, они все-таки ограничены. Поэтому нужно продумать это до того, как начали строить. К сожалению, я перечислю те моменты, которые меня как жителей, наверное, не устраивают в этом проекте. Положительно то, что, конечно, парк требует, скажем, преобразования. Потому что в то время, когда он строился, это было одно понимание, что такое рекреационная зона, то есть зона отдыха для горожан. Сейчас требования, потребности жителей не изменились. И, конечно, парк нужно модернизировать, приводить в соответствии с теми видениями, которые есть у нас с вами. Поэтому плюс-плюс да. Чтобы парк оставался центром притяжения. Притяжение, потому что мы живем все в каменных джунглях. Из этих каменных джунглей хотя бы на несколько часов есть возможность уйти в зеленую зону. Это здорово. Ну, видимо, в ближайшее время подрядчик будет определяться для этих всех работ. Я надеюсь, что да. Раз объявлено, что деньги выделены, и сумма финансирования этого года уже обозначена, поэтому должен пройти конкурс. У нас в любом случае это конкурсная процедура. То есть не любой, а именно тот, кто победил в этом конкурсе. Угу. Немножко хотелось бы затронуть тему работы, вашей работы в качестве члена общероссийского народного фронта, нашего Кировского штаба. Есть группа ВКонтакте, где можно следить. Список жалоб, список проблем, с которыми обращаются жители нашего города, он не изменен? Ну вот есть... Особо ничего не меняется с ходом времени. Есть некоторая специализация, да. То есть каждый занимается своим делом. То есть мои вопросы, это вопросы ЖКХ, вопросы, связанных с строительством, то есть то, чем я занимаюсь в своей практической деятельности. Да, в принципе, вопросы у жителей, они остаются примерно одни и те же. То есть это вопросы благоустройства, вопросы, связанные с эксплуатацией, с управляющими компаниями, где-то или с искусственниками. То есть в разных вариациях это все как-то, может быть, видоизменяется, но, в принципе, идет одно и то же. Но вот этим летом кировчане активно жалуются на долгое отсутствие горячей воды. Ну и в прошлом году люди также жалуются на... По-моему, в этом летом какая-то особая негативная ситуация. В прошлом году было... По моим ощущениям, в прошлом году было хуже. Просто читаешь эти все паблики городские, прям сообщения за сообщением. В прошлом году было начало у нас конституционного соглашения, и в прошлом году как раз сети, которые шли мелкого, скажем так, диаметра, которые подводились к домам, они в большей степени были подвержены реконструкциям. Поэтому в прошлом году вопросов с передачи водоснабжения было больше. В этом году они тоже есть, их тоже немало, пусть люди не обижаются, но вопрос этот, так скажем, он назрел. И если мы сейчас не подготовимся к отопительному сезону, мы просто можем зимой остаться без отопления. Это гораздо худшая ситуация. Единственное, здесь вопрос информирования, как оно происходит. Да, есть сайт КТК, но не все его пользуют, не все пользуются интернетом, поэтому вот может быть вопрос коммуникации, его нужно еще как бы к нему возвращаться и информировать людей о том, что да, у них будет перерыв и, возможно, длительный. Почему? Потому что не вскрыв сети, может быть, зачастую не увидишь ту проблему, которая там есть. Поэтому, когда вскрылись, рассчитывали на один период, после этого уже определились с объемами работы, они могли увеличиться и во времени, и в сроках проведения, и в материальных затратах. Ну, в этом году есть еще особенность, существует так называемый мораторий, когда ресурсоснабжающую организацию невозможно привлечь к ответственности. Ну, мораторий на проверке у нас существует. На проверке, да, до октября, по-моему, этого года. Ну, и в прошлом году, то есть, смотрите, у нас есть сроки планового отключения, но если это устранение дефекта, то там сроков не существует. То есть, и в прошлом году к ответственности ресурсоснабжающую организацию за перерыв в подаче горячей воды там, скажем, тоже не привлекали, потому что такого механизма просто нет. Ну, я думаю, что у многих до сих пор еще в голове ситуация с улицей Преображенской, когда изначально планировался срок замены подземных коммуникаций в течение месяца, а тут за четыре дня справились. Что такое, предвыборное чудо получилось или что? Ну, опять же, вот подземные сети, их тяжело, скажем так, мониторить, да, то есть пока они вскрыли, не посмотрели, не увидели ту проблему, которую нужно решать. То есть, может быть, какая-то корректировка в объемах работ произошла, но это уже все-таки нужно спрашивать КТК. КТК непосредственно, да. Про дела дорожные тоже хотелось бы немножко поговорить. У нас, если уж продолжая тему жалоб кировчан, опять шквал, разметку нанесли, невозможно во двор заехать, невозможно из двора выехать с левым поворотом, перекресток Попова и Щерса, новая организация движения, движение по полосам, стрелки дополнительные на светофорах. И вот в очередной раз автомобилисты ругают власть, что власть как будто живет на другой планете, она не понимает, во что это все выливается. Почему так происходит, Дмитрий Вареевич? Опять же, из года в год. Я тоже вспоминаю, прошлый год тоже жалобы были на разметку, на сплошную. К сожалению, мы как бы наступаем на одни и те же грабли каждый год. Почему это происходит? Я думаю, что это вопрос, наверное, все-таки органов власти, то есть либо они не прорабатывают этот вопрос, либо не хватает специалистов. Почему? Потому что это очень сложный вопрос организации дорожного движения. И здесь нужны специалисты, может быть, даже те, которых нет в городе, нужно обращаться к какие-то проектные организации, которые за пределами нашей области находятся. Ну, тут же, как зачастую происходит, есть требования, которые предъявляет госавтоинспекция к содержанию, то есть к тем элементам, которые должны быть на уличной дорожной сети, а собственник муниципалитета, он беспрекословно выполняет. Ну, немножко, я вижу, что ситуация немножко не так. Все-таки у нас организации движения занимаются муниципалитетом. То есть все-таки органы госавтоинспекции, они только отмечают те факты, которые есть нарушения, да, то есть не скажем, не они первые вот в этих изменениях. В общем, ну, на мой взгляд, нужно как-то более, не знаю, избирательно, что ли, подходить к этим вещам, возможно, советоваться, насколько это возможно, непосредственно с жителями города. Здесь вопрос очень сложный, здесь нам, как пользователям, может быть, зачастую тяжело быть объективными, да, то есть если я езжу вот так, то мне будет удобнее так, по-другому организовать это движение, здесь такой некий субъективизм. Я думаю, что это все уже как бы научно проработано, и это все можно рассчитать, сделать компьютерную модель и понимать, какое ваше решение, к чему оно приведет. Пару минут у нас есть еще на беседу, и еще парочку тем, возможно, успеем затронуть. То есть в конце прошлой недели новость появилась о том, что администрация Кирова по требованию природоохранной прокуратуры определила участки для выгула собак. Одна из, по-моему, наиострейших проблем у нас для города. 20 площадок в разных районах города, в том числе и в парке имени Кирова, о котором сейчас мы говорили, тоже площадочка предусмотрена тут за Спартаком. Решит ли эту проблему выгулу собак? В одночасье нет, но нужно делать первый шаг. Вот это как раз первый шаг, именно определить те места, где разрешен выгул животных. Почему? Потому что раньше предъявлять требования, штрафовать за выгул животных, а где его выгуливать? То есть вы просто вначале создайте условия для того, чтобы можно было это сделать без нарушения законодательства, а дальше уже по мере того, как эти площадки будут созданы, вначале может быть это информационно проработать, а потом может быть уже и применять административное воздействие. Ну, непонятно сейчас, конечно, там должны ли быть обозначены эти официально площадки для выгулу собак, ну, по крайней мере, таблички, наверное, должны установлены. По нормативам они должны быть огорожены. Огорожены, даже огорожены? Да, то есть у нас в Кочевском парке, например, есть такая площадка, то есть она огорожена, она соответствует тем нормативам, которые были на момент ее создания. Ну, я знаю, кстати, у нас в городе есть прецеденты, когда новый дом и там заранее на территории предусмотрена площадка для выгулы собак. Да, вот если я нисколько помню, то на преддомовой территории как раз вот площадку для выгулы животных нельзя организовать. Ну, могу ошибаться, но вот такие нормативы были. Ну, чисто логично, наверное, да, потому что тут же соприкосновение потоков есть, да, тут и дети выходят, и одновременно, чтобы еще животные были, наверное, не слишком-то безопасно это все. Ну, в идеальном варианте, наверное, все-таки площадки для выгулы домашних питомцев у нас должны быть в шаговой доступности. Да, вот так. Это должно быть проработано. У нас, например, есть документы, это генплан города Кирова, да, то есть вот, пожалуйста, документы, которые администрация для себя разрабатывает, и, как, скажем, некий план действий на определенный период, то есть обозначите места, а дальше их создавайте, да, то есть как вы будете создавать там за счет бюджетных, небюджетных денег, это уже другой вопрос. Я смотрю на время, и, увы, не остается уже ни секундочки практически уже для разговора. Дмитрий Сергеев, член правления Союза строителей Кировской области, гендиректор строительной фирмы «Маяковская», член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Наш гость, спасибо, удачи. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM